Приветствую вас, уважаемые трейдеры. В начале очередной торговой недели, как и всегда, мы разбираем события, которые имели место быть на заключительных торгах прошлой недели. В данном случае это последний день. Делаем акцент только на самые важные, новостные, скажем так, катализаторы и трейдеры. Ну и, разумеется, в соответствии с тем, что мы с вами имеем возможность встречаться каждый день, конечно же, говорим о тех отчетах, которые по повестке экономического календаря горедут как раз на текущую торговую сессию. Хочется сразу отметить, друзья, но, возможно, это даже лишнее, поскольку вы, так же, как я, являетесь фундаменталистами и знаете, мы уже заглянули в календарь, убедились в том, что особенно мы сегодня ничего не ждем. Ничего страшного, у нас есть очень много новостей, я с большим удовольствием сегодня ими с вами поделюсь. И, разумеется, помимо этого мы будем ждать отчеты, которые позже выйдут на этой неделе. Это очень много статистики по Англии, хотя, наверное, вряд ли статистика будет иметь какое-то значение сейчас для британской валюты, потому что все мы ждем вот эту обещанную дату, 13 ноября, то есть фактически это завтрашняя торговая сессия, когда после встречи между Домиником Раабом и Мишелем Бронье, которые возглавляют делегации от Англии и Европейского Союза и, по сути, являются министрами по делам Брэкзита, после этой встречи вроде бы как было заявлено, что будет представлено соглашение о Брэкзите, хотя мы видим то, что сегодня британец открылся с ГЭПом, продолжает активно оснижаться. Очевидно то, что скептиков на рынке все-таки оказалось гораздо больше, чем можно было бы представить, и я надеюсь то, что среди этих скептиков есть действительно мастодонты с большими деньгами, которые поставили на сел, может быть и имеем такую-то дополнительную информацию. Сегодня мы попробуем порассуждать, что могло стать причиной снижения британской валюты, хотя, наверное, это тоже лишнее, потому что очевидно, что если фунт валится, когда накануне было объявлено о фактическом соглашении, значит не все так просто и, скорее всего, соглашения и не будет. Я разделяю такую позицию, друзья, а если даже и будет это соглашение, то оно явно не будет соответствовать тем ожиданиям, которые закладывались оптимистами. И опять же, друзья, есть у меня новость сегодня по Брэкзиту, я с вами обязательно и поделюсь, когда мы переключимся на британца. Также очень много статистики по штатам. Традиционно мы всегда находим, чем нам поторговать для позиций доллара. В данном случае мы ждем отчет по инфляции, который будет публикован в среду. Наверное, не нужно говорить о том, что это один из самых важных индикаторов состояния американской экономики. Для нас это что-то вроде такой цифровой статистической прелюдии о том, что будет с позицией Федрезерва относительно процентных ставок. Мы в пятницу получили очень сильный отчет по индексу цен производителей. Это такая же репетиция перед данными по инфляции, как отчет EDP при Non-Farm Parals. Поэтому, заряженный уже этим позитивом, мы ждем сильные цифры в среду, которые должны оказать поддержку доллару. Доллару, который без того растет, в принципе, по доллару и иене, мы уже снова рядом с сопротивлением 114 иены. Я думаю, друзья, что очевидно, нам нужно ставить уже на уровне повыше. И, в принципе, именно мы и сделаем, потому что нашей новой целью теперь является движение пары доллар-иена в район 115. Думаю, там мы ее обязательно дождемся. Сегодня в США день ветеранов, праздник, соответственно, торговая сессия обещает быть спокойной. Но это традиционная такая логика, что отсутствие на рынке игроков, низкая ликвидность и вероятность отсутствия резких движений. Но, опять же, то, что мы видим сегодня с открытия рынка на азиатской сессии, то, как активно снижаются рисковые инструменты, это уже явная демонстрация того, что на рынке есть чем торговать. И даже на фоне низкой ликвидности все-таки даже риск повышается того, что новости, которые, может быть, и не обладают серьезным потенциалом влияния, могут привести к резким движениям на площадках. Но, с другой стороны, те новости, о которых мы сегодня будем говорить, это новости, обладающие серьезным потенциалом влияния. Давайте поговорим про нефтянку, тем более, что мы можем говорить о ней сейчас с явно очень хорошим настроением, потому что Brent сделал 70 долларов за баррель. Друзья, мы коснулись этой долгожданной поддержки. Мы сделали цель. Я вас искренне поздравляю с тем, что рынок добрался до тех уровней, которые были фундаментально оправданы и обоснованы. Но здесь хоть отбавляем мы уже с вами начали постепенно, потихоньку фокусироваться на том, что рынком сейчас правит опасение того, что на рынке будет очень много нефти. Это риск перепроизводства, который более чем оправдан и обоснован. С учетом того роста нефтедобычи, который мы наблюдаем, параллельный синхрон в США, в России и в странах ОПЕК, но преимущественно мы говорим про Саудовскую Аравию, потому что больше шансов, скажем, найти детальной и четкой информации, данных по объему добычи именно в рамках этого региона. Но, в принципе, нам Саудовская Аравия нужна, потому что это один из трех ключевых нефтедобывающих регионов в мире. По статистике, друзья, я считаю, что нужно снова повторить эти цифры, потому что нужно, чтобы отложилось где-то в сознании, почему рынок находится на таких низких значениях. Производство нефти в Штатах, по данным, которые были зафиксированы в минувшую среду, этот отчет администрации и политической информации достиг нового исторического максимума 11,6 миллиона. В России добывается меньше нефти, 11,2 миллиона, хотя это рекордные показатели с постсоветских времен, что касается Саудовской Аравии, то идет этот регион замыкающим, 10,7 чуть-чуть круглим. Это общий показатель нефтедобычи, который сейчас наблюдается в рамках локомотива всего ближневосточного картеля. Соответственно, друзья, больше 33 миллионов в совокупности сейчас добычи. Я думаю, что это только начало, потому что производство будет только увеличиваться. Терминал указал на то, что прирост количества платформ составил 12 единиц, 886 штук уже сейчас. Когда мы последний раз видели прирост на 10 единиц, даже затрудняюсь сейчас вспомнить. Если интересно, можете сами посмотреть и поделитесь обязательно наблюдением. Я думаю, что будет не лишним иметь историческую параллель, сведение такое фактическое, о том, когда был зафиксирован последний аналогичный прирост. В общем, количество терминалов, друзья, это залог того, что активность американских производителей будет оставаться на еще более высоком уровне. И, соответственно, производство нефти будет только расти. Помимо фактических цифр и прогнозов, вы помните, администрация аналитической информации, там, роста в 2019 году свыше 11 миллионов. Не забывайте про иранскую тему, которая всего менее и менее актуальна, потому что параллельно с установлением санкций против Ирана и аналитического сектора были сделаны исключения для восьми стран, которые исключены из ограничений по поставкам нефти со стороны Ирана. То есть они могут закупать нефть в том объеме, который им необходим. И среди них, собственно, ключевые регионы Турция, Индия и Китай. Соответственно, эту тему мы с вами тоже будем обсуждать и дальше, касаться ее, поскольку на рынке она является одной из ключевых. Но в то же время, друзья, я хочу отметить, что поскольку мы сделали 70 долларов за баррель, нужно, наверное, признать тот факт, что тот рост, который идет сейчас, он тоже более чем предсказуем. Мы как раз и рассчитывали на этот сценарий, поэтому я считаю, что восстановление котировок будет продолжено дальше. Вероятно, даже мы сможем снова уйти в район 75 долларов за баррель. В частности, фундамент есть тоже, который сейчас располагает покупкам. После всех тех цифр, которые я сейчас для вас проанализировал, буквально в пятницу, министр энергетики Саудовской Аравии сделал заявление о том, что в декабре производство нефти в Саудовской Аравии может сократиться на 500 тысяч баррелей. Это не значит, что это действительно произойдет. Но этот комментарий был озвучен, мы должны иметь его в виду и должны просто понимать, что для спекулянтов и для покупателей, которые хотят все-таки откупить сейчас нефть, это как бальзам, скажем, на душу. Он будет использован трейдерами и, разумеется, это должно лечь в основу сохранения вот этих позитивных настроений, которые еще и поддерживаются техническими факторами. Может быть, техническая коррекция не будет такой серьезной, как я озвучил. Но я считаю то, что в ближайшие дни, друзья, мы можем попробовать поспекулировать даже через рост. На коррекции мы уже, точнее, на развитие нисходящего тренда прекрасно заработали. Давайте попробуем снять еще и сливки, попробовать развернуться вовремя и, разумеется, прокатиться на вероятном отскоке. Он сейчас идет 71.32 доллара за баррель. Сейчас также есть информация о том, что вот эти опасения перепроизводства, они сейчас очевидны для многих. Поэтому технический комитет ОПЕК+, на встрече ОПЕК, техническая, которая состоится в декабре, будет рекомендовать ничего производителям все-таки немного ограничить производство. Опять же, это не факт, это не железобетон, это не значит, что даже если это заявление будет сделано, страны к нему прислушиваются. Но спекулятивный интерес к этому заявлению тоже должен быть. И он также может быть использован покупателями, чтобы хоть как-то оправдать с точки зрения фундамента потенциальный рост. Поэтому по нефтянке считаю, что можно попробовать откупить. Я рекомендовал уже делать это 70 долларов за баррель, но тех, кто, может быть, этого не сделал, можно попытать удачу с уровня 71.60 долларов за баррель. То есть это отложка buy-stop, потому что котировки до тех пор, пока не начал брифинг, находились, по крайней мере, ниже. Рубль 68.10, чуть мы опередили, опять же, планы оказаться выше 68, но, опять же, этому способствуют цены на нефть. Мы на них с точки зрения того, чтобы знать, где именно окажутся котировки к концу торговой сессии, повлиять не можем, потому что мы этого не знаем. Ну, раз нефть провалилась так серьезно, понятно, что рубль дал слабину и, в принципе, оказался на таких текущих значениях. Где дальше рубль будет? Друзья, ну, наверное, нужно смириться с тем фактом, что вот так вот постепенно, последовательно, не быстро, мы сейчас делаем дистанцию до 70, пройдем этот путь, но будем смещаться туда, потому что вслед за нефтью, которая поджимает, с учетом текущих котировок, честно говоря, справедливый курс рубля находится уже в районе 70, но рубль, как вы знаете, притормаживают российские денежные власти, наверное, их усилия и их возможности делать это будут полностью освещены по мере поднятия вопроса о новых санкциях против российской экономики. Это тоже вопрос уже самого ближайшего времени, фактически ближайших двух недель, имейте это в виду. Доллар иена 114, как и было отмечено, в частности, рост американцев опирается на сильные отчеты по индексу цен производителей, чтобы вы понимали, насколько хорошие цифры, фактически в пятницу мы увидели результат по данному релизу, по-моему, максимальный с 2012 года. 2,9% в годовом выражении со 2,6 месячным, тоже плюс неплохой, со 0,2,6%. Мичиганский индекс остается на значениях практически рядом с круглой юбилейной цифрой, в 198,3% сейчас, собственно, конкретные показатели, которые мы видели. Ну и, как было отмечено, мы ждем, собственно, среду, друзья, данные по инфляции, сразу же после этого отчета будет выступать Джером Пауэлл, который вспомнит комментарии Фидеризерва, сделанные на минувшей неделе после того, как ставку оставили неизменной, но повторили, что нужно ее, собственно, разгонять и дальше, потому что того требует экономика и тому не препятствует тот прогресс фундаментальный, который сложился. Тему выборов, друзья, я думаю, что уже, наверное, касаться и не будем. Все-таки по Конгрессу более-менее все ясно. Баланс оппозиции правящей партии и лично я предположил, что это действительно успех, я согласен с Трампом для текущего курса бюджетного налогового стимулирования, потому что теперь будет проще, возможно, найти компромисс, проще договориться о том, чтобы пролоббировать реализацию дальнейших реформ, которые предполагают еще большее сокращение налогов и еще большее бюджетные траты. Но в целом мы по доллару в политику сейчас уходить не будем, потому что нет ничего интересного, темы уже все избитые. Да даже с Федрезерва, с повышением процентной ставки, я думаю, что только ленивый, в принципе, не допускают, что ставку могут поднять. Я надеюсь, что среди вас таких нет, и вы знаете, что это неизбежное решение. Поэтому, если такая позиция характерна для вас, друзья, давайте ставить на тест долларом и иены сопротивление 115 евро против доллара. Вот тут вот пошли новости, которыми я не могу с вами не поделиться, друзья, потому что эти новости, которые создают, только открывают один путь для движения главного валютного риска, это вниз. 1.13.19 уже котировки сейчас, и я думаю, что мы можем сейчас претендовать на тест поддержки 1.12. Почему евро снижается? Да потому что в пятницу буквально, получается, за три дня до того, как Италия должна была представить обновленный проект по бюджету, полностью удовлетворяющий требования Еврокомиссии, Италия сделала заявление о том, что, не надейтесь, документа не будет, и, собственно, как и было отмечено, до этого работа над этим документом не производилась. Как был установлен дефицит бюджета 24% ВВП, так этого ориентира Италии будет продолжать поддерживаться дальше. Как вы помните, Еврокомиссия грозилась, что если документа не будет, значит, последуют какие-то карательные меры, дисциплинарные меры воздействия на Италию. Друзья, я не знаю, потому что прецедентов еще не было, о чем идет речь. Ну, наверное, какие-то все-таки штрафы. Вот интересно будет посмотреть, как будет влиять Еврокомиссия. Соответственно, почему Еврокомиссия считает, что документ нужно пересмотреть? Потому что у них совершенно другая позиция того, как будет развиваться ситуация в плане экономики дальше в Италии. И по их, собственно, сценарию дефицит проекта бюджета может быть гораздо выше. Поэтому лучше изначально затянуть опыта, поставить более низкую планку и делать все, чтобы экономить. Италия придерживается другой позиции. Ну, я считаю то, что итальянцы действительно несколько перемудрились с оптимизмом в плане того, что будет у них дальше по экономическому росту. И больше солидарен с позицией Еврокомиссии. Я считаю то, что в 2019 году, в частности, итальянская экономика вряд ли даже вырастет на 1,5%. Хотя это прогноз Еврокомиссии. А сама Италия считает, что рост будет 1,8-1,9%. В общем, друзья, завтра тоже 13 ноября. Это дата конечная, последняя. Это, скажем, тот самый момент, когда на рынке должно залихорадить. Хотя Евро уже, собственно, и снижается. Думаю, что в предстоящие дни, в ближайшие торговые сессии сегодня-завтра Евро будет демонстрировать еще более интересное движение. Фунт против доллара, друзья. Здесь тоже есть новости. Я думаю, что нет смысла говорить про статистику, потому что, очевидно, что она не влияет на фунт. Ну, кому интересно, к пятницу вышли данные по экономическому росту. В целом, статистика неплохая. 0,6% в квартальном выражении с 0,4%. Хотя это максимальный уровень 2016 года. Но в целом, особо-то и не повлияли на динамику британцев, потому что он сейчас активно валится. Промышленное производство. Здесь уже результат похуже. 0% в годовом выражении прироста с прошлого значения 1%. А вот что касается новостей, то последний из них связан с тем, что министр транспорта Джонсон, который является братом Бориса Джонсона, помните, бывшего министра иностранных дел Англии, подал в отставку, потому что сообщил о том, что то соглашение, вроде бы, которое готовится представить, будет иметь, по Брендзиту, будет иметь более разрушительные последствия для Англии, нежели чем отсутствие этого соглашения. Все на рынке сразу же насторожились. Это что же, получается, у него были какие-то данные, у него были причины говорить, собственно, так и принимать подобные решения. То есть мы, возможно, говорим о настоящем инсайде, друзья. Инсайде связан с разочарованием, судя по тому, что фунт действительно сейчас валится, это оказало самое прямое влияние на строение трейдеров. И теперь еще больше процента участников рынка перестали верить в это соглашение, и в том, что оно станет долгожданным позитивом для английского рынка, для британца, и, скажем, создаст условия для того, чтобы Англия, в конце концов, вышла на своих условиях из состава ЕС, но при этом сохраняла доступ к единому европейскому рынку. Тоже тучи сгущаются. В ближайшие дни, завтрашние, особенно торговые сессии, я думаю, что очень сильное движение мы ждем по британцу, но нужно было бы, конечно, чтобы эти движения предполагали только одно направление, в целом это вниз, потому что лично я еще грежу, скажем так, идее увидеть пару фунтов доллар на отметке 1.25. Сейчас котировки 1.28.94. Австралия, друзья, снижается. Правильно мы сделали, что все-таки не стали фикситься так же, как и с новозеландцем, потому что мы, наверное, новозеландцы заработали, по австралии сейчас минус еще меньше и меньше, 0.72 фактически мы сейчас видим в наших терминалах. В частности, в четверг еще будут данные по рынку труда. По ожиданиям, по прогнозам, безработица вырастет с 5% до 5.1%. Это как раз то, что и было подчеркнуто Резервным банком Австралии на прошлой неделе, когда монетарные власти Австралии сделали комментарий о слабом рынке труда. Думаю, что действительно статистика разочарует, и австралиец просядет еще сильнее. По новозеландцу предлагаю теперь развернуться, друзья, и ставить тоже на снижение. Снижение в район 0.65, сейчас котировки 0.67.62. Как торговать через отложку стелсток с уровня 0.67.15? Считаю, что по мере развития коррекционной динамики и укрепления дальнейшего доллара мы сможем заработать не только на австралии, но еще и взять довольно неплохой профит и по новозеландцу. Доллар-канадец это единственная пара, которая сейчас в наших рекомендациях идет таким большим особняком, потому что движение полностью противоположное тому, которое мы хотели видеть. Вместо того, чтобы оказаться ниже планки 1.30, в пятницу пара фунт-доллар, точнее доллар-канадец продолжила расти и протестировала сопротивление 1.32, какое-то время побыл даже выше, но вот сейчас отступил. Друзья, я предлагаю все-таки пока сохранять короткие позиции по паре. Почему? Потому что на канадца очевидно сейчас влияет рынок нефти. В начале, собственно, брифинга я сделал акцент, что сейчас, наверное, с большей вероятностью стоит спекулировать о нефтянкой через покупки, а не через продажи. Поэтому, если рынок поведет себя так, как было с прогнозированием обозначено, то есть, если нефть в ближайшие дни действительно продолжит восстанавливаться, там идет в район 73-74 долларов за баррель, это окажет влияние на пару доллар-канадец и приведет к укреплению канадской валюты. Для тех, кто не торгует долларом канадцем, сейчас считайте, что вам очень повезло, потому что вы сейчас не вынуждены работать с просадкой, как это делают многие трейдеры, и фактически вы можете на прекрасных уровнях заходить прямо сейчас. Я считаю, что можно использовать для торговой активности селл-стоп отложку с отметки 1 до 31.70 и ждать снижения пары ниже уровня 1.30. По канадцу на этой неделе важных данных нету, значимая статистика будет через неделю, но давайте сейчас пока оставить на поддержку со стороны рынка нефти, тем более, что какая-то, наверное, валютная пара всегда должна быть особняком, и если руководствоваться фундаментом, все-таки нужно говорить о тех причинах, не отказываться, что ли, не изменять свои позиции, когда есть действительно причины этого не делать. Поэтому по доллару канадцу, несмотря на просадку, несмотря на то, что настроение валютная пара явно портит, будут держать селл, друзья, и надеются на то, что пара окажется ниже уровня 1.30. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии, хорошей торговой недели. Увидимся мы с вами не только завтра, собственно, как и каждый день в 9.30 по Москве, но еще и на сегодняшнем вебинаре, правильном понеделье, который пройдет в 16.30 по московскому времени. Если есть возможность, друзья, присоединяйтесь, будет о чем поговорить еще раз, разберем события минувшей недели, посмотрим на значимые основные отчеты недели текущей. Всего доброго, до свидания.